А вот протестуем я же против Берлускони, Строскана, вы не вмешиваете, что называется, не в свое дело, но вот представьте себе, что приехали бы какие-нибудь зарубежные гастролеры и начали бы протестовать, разоблачать украинских политиков здесь, в Киеве. Мы общественные деятели, а не гастролеры, и мы как общественные деятели, как граждане своей страны, как граждане мира, уже не побоюсь этого слова, мы имеем право заявлять о несогласии женщин, бороться с насилием над женщинами в любой стране, в Украине, в Париже, в исламских странах, мы планируем ехать в Иран и другие исламские страны. Ну так что, как вы относитесь к представителям партии к власти, к движению Фемины, то, что они делают? Ну, для начала, я бы не называл это явление общественной деятельностью, как минимум, это раз. Если дамы хотят в Иран поехать, пожалуйста, поезжайте в Иран и демонстрировать там свое предназначение. А так, чтобы не лицемерить, безусловно, мне, как и нормальному мужчине, нравится женская грудь и обнаженная женщина. Это, естественно, это природно. Но всему свое место. Это явление можно охарактеризовать тремя составляющими. Первое – это сильно раскручивавшийся бизнес-проект, который на Украине не состоялся, и он, как бизнес-проект, по сути, в ближайшее время прекратит свое существование. Лица, которые принимают в нем участие. Знаете, я вспоминаю просто... А какие предпосылки к прекращению? Не получила поддержку и нельзя реализовать. По сути, как любой бизнес-проект готовится, что-то эпатажное из расчета, что можно привлечь к тем или иным политическим акциям. К политическим акциям они пытались быть привлечены, но этот эпатаж не принес пользы. А ведь вкладывают для того, чтобы деньги потом отрабатывались и приносили свою пользу. Ну, интернет-магазин, ну, там какие-то товары продают. В Украине оно популярности не получило. Просто, когда я был маленьким, в соседнем дворе у нас подобные экспедиционисты были. Мужчина один выходил с плащом, показывал своему дья. Ну, собрались мужики, отбили ему почки. В прошлом году, я знаю, девочки, я лекции читаю в Одессе, рассказывали такая же ситуация в парке. Такой же клоун появлялся. Ну, что, ребята подошли, точно такое же произвели, и больше никто никого не пугал своими мудьями. Вот лица, которые принимают это в участие, это тоже медицина объясняет. Некоторые, чтобы адреналин получить, те на горных лыжах катают, либо там на резинках прыгают. Вот, для того, чтобы себя реализовать, например, в сексуальном плане, не у всех женщин получается достигать, наверное, какой-то разрядки. Вот форма такого демонстрации обнаженной натуры позволяет им себя реализовать, получить тот адреналин. Ну, это медицинская вообще терминология, к политике это не имеет ни малейшего отношения. А проще простого, надо применять уголовный кодекс, вторая повторность, злостное хулиганство, и нужно уходить на срок в тюрьму. То есть вы за то, чтобы вот с этим бороться с такими методами? Конечно, я рад, что эта передача идет после 12, наверное, красный квадратик нужно дать, чтобы... Ну, это неприлично, всего-надо. Колесниченко какая-то степень по медицине, по психологии, психотерапии, что-то, да, раз он нам такие диагнозы ставит? Уважаемый Вадим, вопрос к вам какой? Знаете, я вам скажу, проститутка Чечелине, публичная женщина, наверное, за нее клиенты голосовали, либо ее соратницы по работе два парламентских срока отработала. Ну, если у нас такие же проститутки будут попадать в парламент, ну что, одной больше, одной меньше, ничего не изменится. Это точно, товарищ Колесниченко, если проститутки в парламенте, то так и происходит, конечно. Ну, подождите, подождите, я разговариваю, если девушка одумалась, если она решила взяться за серьезное дело, бросила заниматься, это я вам говорю, бросила заниматься там торговлей собой, своим телом, пошла в политику, ну приветствовать же надо. Либери, Либери, Сьяму, Ной! Либери!